Приветствую вас. Ну, раз вы спрашиваете мнение, то, соответственно, мнение, именно мнение, да, то есть я не ответ на ваш вопрос какой-то, а именно мнение психолога, то мне кажется, что первоначально проблема заключается вообще не в том, что он от вас ушел, или в том, что переписывается с другой девочкой, вот, а первоначально проблема заключается в нескольких факторах, в том, что, первое, он играет в карты, то есть он игроман, возможно, ну, подозрительно, да, подозрение есть такое, что он игроман, это первое. Второе. У вас изначально уже были проблемы, да, то есть у вас сложный характер, и сложный характер это, по сути, отсутствие открытости, искренности в отношениях поиска ненужных совершенно контекстов, там, где их нет вообще, да, то есть там, где можно было бы не искать, да, контекст, вы его ищите, и, соответственно, находите. Вот. Ну и, соответственно, возможно, есть и другие проблемы, я сейчас, наверное, сказать об этом не смогу, потому что слишком мало информации о вас, именно о том, ну, периоде, вот, когда, были сложности у вас, но когда еще все было хорошо. Вот. Следующее, это ревность. Из вашего вопроса непонятно, а кто именно ревновал, кому, да, то есть, то ли вы, то ли он, вот, не хочу делать выводы, не хочу догадываться, вот, может быть, это и понятно из-за того, что вы сказали, мне, мне непонятно, соответственно, я выводов делать не буду. Скажу только, что вне зависимости от того, кто ревновал, ревность продиктована целым рядом личностных проблем. Личностных проблем. Не проблема в отношениях, то есть, понятно, что любая проблема в отношениях, это личностная проблема, но ревность никогда не является проблемой именно с другим человеком. Ревность, это всегда проблема самого человека, самого, ну, как бы его собственного проблемы. Вот, что такое ревность. Вот. Так. Значит, ревность появляется от ряда причин. Первая причина, да, неуверенность в себе. Вторая причина – отсутствие собственной значимости. Третья причина – страх одиночества. Четвёртая причина – это негативный опыт измен. В прошлом, ну, то есть, там, возможно, предыдущий партнёр, неизобращенность отношений, возможно, в семье что-то вот такое вот было. Вот. И последняя причина – это потребность получать. То есть, вы хотите, чтобы, ну, вы хотите быть, ну, не вы именно, да, а любой человек, который ревнует, да, он хочет быть для того, кого он ревнует, единственным. Он хочет быть единственным. Он хочет быть единственным. Хочет быть одним. То есть, чтобы не было никого больше. Вот. И это, конечно, мало реально, потому что в жизни, ну, в жизни у нас всегда будут другие люди. Это нормально, что у нас есть какие-то люди другие. Вот. И именно отсутствие, отсутствие безопасности, отсутствие того, что человек не чувствует себя, ну, вот в таком, знаете, в такой защищённой позиции, да, и постоянно, как бы пытается свою защищённость перенести, как бы, на другого человека. Вот это вот и является, собственно, очень серьёзной проблемой, потому что это подразумевает, обязательно, контроль, контроль другого человека. Вот, контроль никому не нравится, и, соответственно, это вызывает негативные эмоции, негативные реакции, защиту, желание вырваться из-под контроля. Вот. И так далее. Значит, независимости от того, кто ревнует, да, этому человеку в любом случае, нужна работа с психологом. Опять же, по собственному опыту я вам сейчас это говорю, вот, работать с психологом нужна обязательно. То есть, ревность сама по себе, она не пройдёт. Ревность сама по себе не пройдёт. Никак. Вот. Дальше. Значит, очевидно, что проблемы между вами копились, да, то есть, если бы это была первая ссора только, да, ну, то есть, вот, первая какая такая проблема серьёзная, то вряд ли мужчина бы ушёл. Вот. Ну, то есть, он не стал бы уходить, и, скорее всего, это копилось, 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 вот сейчас это уже вылилось в такой вот определённый исход, когда человек живёт отдельно. Вот. А, не очень понятно, почему вы отреагировали, эм, обощрённые, да, то есть, как бы, ну, именно, почему вы его ударили, вот. То есть, не то, чтобы я запрещал, или считал, что так делать нельзя. Нет. Просто, сложность заключается в том, что если вы позволяете себе так поступать, если вы позволяете себе такие действия, то нужно, как бы, отвечать из-за последствий, что же. Понимаете? А то, получается, что вы делаете что-то, ну, как бы, вот, какие-то действия совершаются, да, последствия, они для вас, как бы, остаются, ну, как будто, наверное, знаете, ээээ, за гранью. Ну, просто за гранью. То есть, вот это, конечно, не есть хорошо, и это, мне кажется, то, что тоже нужно обязательно исследовать. Вот, значит, ээээ, ну, что он ушёл домой, ночеватель не вернулся. Потом, в связи, в связи, стал уходить ночами. Ну, а разговоры, вот, вам же нужно было, ну, обсудить то, что произошло, да, вам нужно было как-то, хотя бы вам нужно было выразить свою позицию по поводу того, что произошло. Вот, а то, у меня было такое ощущение, что он ушёл, не вернулся, и вы восприняли это так, типа, ну, ладно, всё само собой будет. Ну, не будет, само собой. Если у вас коммуникации, ну, вот, коммуникация не налажена, да, если коммуникация страдает очень сильно, то всё будет только ухудшаться. Вот, понимаете. То есть, тут, опять же, непонятно такое впечатление, что вы просто взяли, смотрели, эээ, ну, стояли, смотрели, как, ээээ, человек отдаляется. И ничего не делали, чтобы его, чтобы его вернуть. Вот. Я вот, опять же, не обвиняю, да, я просто, как бы и говорил о том, что, ну, вижу. Вот. Дальше. Эээ, сейчас не вижу его неделю, живёт на каком-то квартире вроде один, так как звонит по видеосвязи. А зачем? Я понимаю, что он живёт один, а если бы не один жил, то что? То есть, почему вас волнует тот, что он один живёт? В ответ он уже ушёл, в ответ он может, может с кем-то быть, может с кем-то не быть, может быть у него с кем-то была, ну, круговременная связь, может быть не было. Какая разница, человек уже ушёл. Он уже не ваш, он уже не вам не принадлежит. То есть, да, он может вернуться, но это не вопрос доверия уже сейчас. Мед вами нет связи, мать. И зачем он звонить, непонятно. То, что вас волнует именно тот, что он один, то что вас волнует именно тот, что он один. Раз, раз не волнует то, почему человек ушёл. Раз не волнует то, что его беспокоит. Раз волнует ли только, только то, что бы он был один. Здесь я допускаю, что ревнуете вы. А если не один, то что? Дальше. Тут недавно мне в контакте какой-то левый звонит, что наткнул на диванках. Почему такое, почему такое обесценивание женщин? Вы себя, а себя не принимаете. Ну то есть, вы же тот женщина. И обесценивая как бы другую женщину, вы обесцениваете себя. Если вы обесцениваете себя, то, соответственно, можно предположить, что ревнуете именно вы. Потому что обесценивая себя, вы боитесь и считаете, что не достойны любви. И, соответственно, отсюда такая реакция. Ну с чего вы просто взяли и назвали незнакомого человека вот так? Это неуважительно. Даже если она с вашим мужем имеет связь, все равно. Все равно. Ну нельзя так. Даже дело не в том, что нельзя, а в том, что это показатель. Это показатель. Это показатель ваших эмоций. Это показатель ваших мыслей. Это показатель того, как вы относитесь к себе. Понимаете? Так. Чтобы я отстал, от него у него другая семья. На что он мне ответил, что он один, ни с кем отношения не доводится. Что мы с бабой сами не знаем, чего хотим. Ну а он, в свою очередь, обесценивает вас. Это как бы довольно странная фраза на самом деле, что он один, ну там ничего нет ни с кем, а вы не знаете сами чего хотите. Такое ощущение, что он обиден не только на вас, но и на эту девушку, которая вот специально. Вот. Понимаете? То есть опять же вас волнует не то, что происходит с мужчиной, а то, что у него могло быть с кем-то что-то. Понимаете? Вот. Вот это как бы ключевой, ключевой момент. Один из ключевых моментов. Понимаете? То есть как бы на что вы ориентированы в своём поведении, в своей активности. На что вы ориентированы? Что для вас важно? Что вы считаете важным? Вот. Понимаете? Как, какой момент. И если для вас важна личная жизнь мужчины, а не он сам, например. Да? Вот. То нет ничего удивительного в том, что он ведёт себя так. Потому что он чувствует только то, что вы, вы думаете о себе. Это правда, он думает о себе. Сейчас вас волнует именно, как он себя ведёт. Его личную жизнь. Ага. Девак это, я думаю, тот, который он переписывался. И я как-то спалил одно сообщение от нее. Она была написана, забудь меня. И что это значит спалила? А зачем спалили аноним? То есть зачем вы занимаетесь с лечкой за молодым человеком? За своим мужем, точнее. Ну, молодым человеком. Для чего это всё? Опять же ничего не объяснил. Сказал, что они просто общались. Понимаете как? Может быть, он ничего и не объяснил. Может быть. Но вне зависимости от того, объяснил он или нет. Вне зависимости от этого. Это означает, что между вами уже есть проблемы. То есть, ключевой момент не в том, чтобы он объяснял, ну, что, что происходит, да? Вот. Ключевой момент не в том, чтобы он объяснял, что происходит, а в том, какие у вас проблемы. Понимаете? А на это вы внимательно обращаетесь? Ну, судя вот, судя вот, потому что вы описали. Понимаете? И на мой взгляд, на мой взгляд, это очень показательно вообще. То есть, очень показательно, что вы воспринимаете эту историю, ну, вот так. Как бы. Понятно? Понятно? О чем мне говорить? Я думаю, что на это вам тоже нужно обратить внимание. самое, самое пристальное, пристальное. Вот. Потому что, там это по-другому, по-другому никак. Понимаете? Потому что, по-другому ситуацию вам не исправить. Только понять, что волнует в этой истории больше всего вас, и отделив то, что волнует вас от того, что волнует мужчину и того, что он хочет. Вот. Вы сможете сейчас исправить. Дальше, значит, вещи из дома не забирают. А для чего? Хотя, зачастую, заканчиваются ссорами на почве всего произошедшего человека. Но, опять же. Опять же. Ссоритесь, ссоритесь-то и вы, в том числе. Правильно? То есть, не только же мужчина ссорится, но и вы. Вот. И возникает вопрос к вам. Тогда. А зачем ссоритесь-то вы? То есть, ссоры как бы не было бы, если бы вы не ссорились сами. А поскольку ссоритесь вы, то и ссоры возникают. Понимаете? И, хотя из этого возникает еще один вопрос. Для чего вы ссоритесь? Какая субъективная ваша сторона? Ссоры. Понимаете? Ссоры. Вот. Вот это, то, что нужно вам для себя так же понять и определить. Ссоры, в ссорах участвуют всегда два человека. Не один. Два. И ваше участие в ссоре необходимо разобрать. Вот. Понимаете? Какая история. То есть, это, это очень важный момент. На который вам стоит, значит, обратить внимание. Дальше. Сестра, я сказал, то есть, с семьей уходить не собирается. И с той бабой у нее ничего, ничего не было у него. Но опять, опять, во-первых, баба, опять же ничего не было. То есть, какие-то, это все не важно. Почему? Откуда вы знаете, что он сказал своей сестре? То есть, как бы, в вашей жизни участвуют третьи лица. Вот. Ну, то есть, это опять же, третьи лица, это всегда искажение. Всегда, как бы, глухой телефон. Да? Ну, вот. Он это, он запил сильно, по ходу каждый день пьет на той квартире. Так. Вам, вы можете сами узнать, как бы, приехать к нему и поговорить, или, там, вот, ему ничего не объяснять, на разговор, на разговор не идет. Ну, так вы сами ему объясните, сами скажите, что вам хочется. Вот. Только без обвинений, да? Без каких-то, вот, негативных, без негативных аспектов. А просто скажите, что вам нужно. Просто скажите, что вы хотите. Сама. Вот. Почему он-то должен на разговор идти? Обязатку. А вы, со своей стороны, что делали? А, подсчет сказал, что приедет и все объяснит. А вы объяснили что-нибудь? Сама. В финале не приехал, но вопрос, почему не приехал. Ладно, все. Ну, опять же, знаете, вот, опять же. Опять же. Да? Как бы, ну. Вопрос, да? Я... Ну что-то. Почему не приехал? Это вопрос какой? Это... Как бы, одна из ролей треугольника Гартмана. Преследователь. Вот. Потому не приехал, что почувствовал, что вы его, ну, преследователь. Вот. Поэтому я вам рекомендую. Я вам рекомендую. Я вам рекомендую. Ээээ... Изучить треугольник Гартмана. Вот это что-то я вам рекомендую сделать. Изучить треугольник Гартмана. Я уверен, что много всего для себя нового узнать. Именно вот в плане того, как вы себя ведёте, ну, с мужчиной, в плане. Вот. Дальше, так, по поводу игры, это отдельная тема, да, и про игроманию это можно сказать отдельно, вот. Да, дамы это очень сильно напрягают. Опять же, кого напрягает, вас или его? Если вас напрягает, это ваши проблемы, исключительно ваши, только ваши проблемы. И вам нужно взять на себя ответственность за то, что она вас напрягает. То есть, это не ответственность мужчины, а ответственность ваша. Исключительно, сугубо, ваша ответственность. Что вас это, да, напрягает. То есть, вас не напрягает, что ваш мужчина, ваш муж страдает, да, из-за чего-то, что ему плохо сейчас, что он там, ну, ну. Пьёт, например, тогда. Вас не напрягает, что ребёнок без отца думает, наверное, что это из-за него папа ушёл, как это думают дети обычно. Ну, дети эгоцентристы. Вас это не напрягает. Вас не напрягает, что у вас в семье проблема. Что муж не чувствует себя счастливым. Но зато вас напрягает, что у него там есть какая-то девушка. Прям понимает. Вот. То есть, опять же, это всё ваше, как бы, эээ, чувство. И вам за свои, эээ, за свои чувства нужно брать ответственность. Понимаете? Вам нужно за свои чувства брать ответственность. Не другие люди, чтобы брали ответственность, а вы. Именно вы и только вы. Вот. Да, нужно думать о себе. Можно и нужно думать о себе. Но и реализовывать это нужно самостоятельно. То есть, если вы чувствуете, например, что вас напрягает что-то, изучите. Изучите причину, по которым напрягает. Так, я вот так устал, он не уходит, не остаётся. Я в постоянном стрессе, в подвешенном состоянии. Не знаю, что мне делать. Не знаю, не знаю, что вам делать, чтобы что. Потому мужчиной тянет время, что вы находитесь в подвешенном состоянии. Вы, как бы, занимаетесь, занимаетесь пассивную позицию. Ну, вот в этой истории занимаетесь пассивную позицию. То есть, что вы сделали для того, чтобы отношения улучшились? Что вы сделали для того, чтобы не ссориться в кадрах, когда он вам звонит? Что вы сделали для того, чтобы, вот, ну, ваше состояние или ваше ситуация, как угодно можно это назвать, стало более определённым? Что вы сделали для этого и сделали ли что-то? Понимаете? Вот, вот так, вот так вопрос можно поставить. Поставить там. Понимаете? Ну, это опять же вопрос к вам. Это не вопрос к мужчине на самом деле. Это вопрос именно к вам. И только к вам. А он вообще, молчком вообще ничего не объясняет. Человека нужно расположить, понимаете, чтобы он что-то объяснил, да, чтобы он что-то объяснил. Нужно, чтобы он расслабился, чтобы он вам доверял. А как можно вам доверять, если любой разговор с вами, любое общение с вами приводится в ссору, и вы говорите о том, что вас волнует. Испредставляет ему претензии по поводу того, что он там с кем-то общается, с кем-то приписывается, ещё и следит за ним. Как можно в такой ситуации вам доверять и что-то рассказать? Ну, я имею в виду, что-то объяснить. Как? Никак. Нельзя. Это невозможно. Отсеверять вся проблема. Он чувствует, что вы не готовы его понять, вы не готовы его выслушать, потому и молчит. Вот и всё. Вот и всё. Поэтому сперва разберитесь с собой, сперва разберитесь со своей ревностью, если это ваша ревность всё-таки. Вот. И дальше вы сможете выстраивать отношения с мужчиной. Ну и, конечно же, смотрите треугольник Карпана, о котором я говорил. Это очень важно. Вот. Очень важно именно для вас. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.